Привет, друзья! Привет, друзья! С вами Зажигалочка. Сегодня мы гуляем по Меложи. Меложи является частью города Юрмала. Находится он между другими подобными частями Юрмалы – булдурами и асерами. Привет, Лидия! Привет, Мик! Как дела? Дело отлично. Нахожусь в пассивной зоне отдыха пляжа, в пассивной части пляжа Меложи. Спокойно. 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 Люди уже отдыхают в это время дня. Море спокойное, птицы поевшие, песок. Песок классный, смотри. Добрые люди! В зимнах мы лежим, отдыхаем, дышим свежим воздухом. Сосны вот там за мной. Пляж разделен на пассивную активную зону, в активной играет музыка. Пассивной, очень спокойно. Янтарный берег называется, потому что тут можно найти янтарь после шторма. Конечно, в основном у Балтийского моря, мы на Рижском заливе, а после шторма в водорослях на берег выбрасывается янтарь. Люди собирают. Несмотря на то, что Мел уже находится чуть дальше от Риги, чем самые популярные места отдыха в Юрмале – Болдури и Майоры, летом здесь нет недостатка в отдыхающих. Значительная часть постоянных жителей Юрмалы проживает именно в Мелуже. Застройка жилых домов тянется аж от железнодорожной станции Мелуже клином в сторону Лелупы, почти до самого берега реки. Мелуже получил свое латышское название от местных фермерских домов, но его прежнее название было Карлсбот в честь одноименной купальни, которую здесь основал барон Карлес фон Фиркс. С другой стороны, местное название Мелуже, вероятно, происходит от слова Меллене, на русском языке Черника, которой было очень много в здешних лесах. Самое старое название было возвращено Мелуже в 1918 году. В прошлом Мелуже располагался на землях фирков, владельцев Нормуэжи, и его жители занимались рыболовством. Земельные участки для дачников начали выделять после того, как в 1827 году Карлес Фиркс построил в Мелуже культурно-развлекательный центр. В 1904 и 1905 годах здесь проходили первые латышские представления. Сегодня сцена в основном используется для некоммерческих мероприятий, вход на которые бесплатный. Здесь проводятся публичные и свободно доступные концерты и представления. Мне нравится эта часть Юрмалы, которая находится в Мелуже и дальше по Курзамскому побережью, в сторону Венспилса, потому что это называется спокойная зона. Тут нет громкой музыки, нет ресторанов, люди обязаны вести себя тут спокойно. Тут дюны, желтый песок, сосны, птицы, шум моря. Более бурное развитие курорта началось после открытия в 1877 году железной дороги Рига-Тукурс. В 1881 году купающихся в Мелужских дюнах гостей принимала купальня с теплой морской водой, принадлежавшая Зелскаусу Айзенбергу. В 1884 году на улице Озолу-3 открылся оздоровительный лагерь для девочек, основанный Красным Крестом. Летом в Белуже останавливались учителя. После Первой мировой войны в путеводителях и описаниях до 1930-х годов этот район рекомендовался любителям спокойного отдыха. В 1986 году на проспекте Мелужу был построен Дом творчества композиторов. Мелужи Ассари всегда были относительно тихим и спокойным местом для сдачи в аренду дач небогатым горожанам, деятелям культуры и учителям. Здесь жили композиторы Эмилс Дарзинч и Алфред Калтлинч, писатель Рудольф Блауманис, художник Иоаннис Розенталс, режиссеры, поэты и другие творческие люди. Кликните лайк и подпишитесь на мой канал. Смотрите, гуляйте вместе со мной, узнавайте новое и живите интересной жизнью. Ваша зажигалочка. Фондю любит тебя! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...